Мама, just killed a man, put a gun against his end, pulled my trigger, now he's dead. Мама, life had just begun. Всем привет, с вами Дарья Кей. Сегодня я вам покажу свою комнату, так называемый room tour проведу. Начнем с того, что я вообще переехала в эту квартиру месяца два назад. Кто смотрит меня давно, тот видел, как я жалуюсь на свои желтые стены в прошлой квартире. Они были не то чтобы просто желтого цвета, они отсвечивали, просто некрасиво переливались. От видео к видео можно заметить, как у меня все пропадает настроение снимать. По идее, можно было выйти из ситуации обычным фоном, но так все время складывается, что в том месте, где ты живешь, ты заряжаешься этой энергетикой, оно тебя вдохновляет на что-то. И на что меня вдохновляли желтые обои, мне не очень нравилось, поэтому я решила все-таки переехать. И переезд был мне очень легкий. Я полгода искала квартиру на Циане и на Яндекс.Недвижимости. Я смотрела все, и квартиры были дорогущие и убогие. Просто бабушкина радость. Есть два пути. Либо пойти к риэлтору, но тоже не факт, что он тебя найдет классную квартиру, либо искать самому. И я искала, естественно, сама. Натыкалась, естественно, на риэлторов, которые были на Циане, их полным-полно. Они выставляют просто квартиру как будто бы обычные собственники. В итоге выясняется, что там 100 или 50% комиссии. Такое случается, когда квартира стоит дешево, но и за эту квартиру изначально просили 100% комиссии. Первый раз, когда я им позвонила, мой первый вопрос был, типа, реально, 100% комиссия? Вы серьезно? Чтобы свести одного и другого человека, вы хотите 100%? Они такие, ой, ну 50%. Я такая, ну клево, значит, торговаться с ними можно. Вот, в итоге я ради прикола, если честно, пришла посмотреть эту хату, потому что она, а, находится в центре, б, у нее белые стены и ц, она дешево стоит. Ну, относительно дешево по соотношению вот этих всех факторов, то, что это не бабушкина радость. И я пришла, увидев эту квартиру, естественно, у меня засияли глаза. Я захотела ее снять, и в итоге я ее сняла, нисколько не пожалела, несмотря на то, что целый месяц не работала стиралка и прочие такие типа нюансы, которые выяснились уже потом. Эта квартира была абсолютно пустая, тут не было ни штор, ни комода, ни кровати, ничего. И я думала, блин, типа, я тут могу сделать все так, как я захочу, тем более у меня бзик такой. Я в своем доме, хоть даже и на съемной квартире, хотела делать все своими руками. И я сделала, и начала я с кровати. Кровать — это вообще, по идее, основное место в комнате моей. Это, то есть, самое главное место, на котором я провожу больше всего времени. Тут я и монтирую, тут, ну, чаще всего, так получается, что я монтирую за кроватью, потому что, когда ты монтируешь по шесть часов, то за столом сидеть, ну, реально трудно и сложно. Думала, ну, кровать из палет, ну, что тут такого? В общем, я решила сделать кровать из палет. Я эти палеты нашла, заказала доставку, благо мне их подняли. Отшкурила, покрасила в белый цвет, и нужно было еще их составить. И это все заняло какое-то гигантское количество времени. Но я этому, в принципе, рада, потому что изначально я хотела купить кровать с так называемыми ящиками, чтобы складывать туда постельное, но в стиле лофт, продолжая находиться. Центровой фигурой является матрас. Матрас возможно использовать без каркаса кровати. На матрас я потратила гигантское количество времени, я выбирала его очень долго. Поняла, что в этом мне может помочь только Аскона. Я выбрала матрас Heaven Luxury. Для меня самое главное, чтобы, когда я ложилась, у меня полностью поддерживалось все мое тело. Обычно, когда на какие-то не очень качественные матрасы ложишься, и, например, спину поддерживает, но ноги остаются на весу и очень легкие. У этого матраса семизональный блок независимых пружин Soft Touch. Смысл в том, что каждая пружина упакована в такой блочок. Она действует независимо от других пружин. То есть, если на одном краю я буду прыгать, то на другом типа стакан как бы останется на месте. На самом деле, это все условно и создано для того, чтобы как раз ноги от тела не зависели, и каждая часть тела равномерно распределялась полностью по матрасу. Сверху стеганое покрытие, которое внутри состоит из латекса. Именно из-за этого, когда ложишься на него, просто попадаешь как будто бы в мягкую перину. Я люблю мягкие матрасы. Но это не те мягкие матрасы, когда ты проваливаешься, и получается, что ты лежишь буквой В, и из-за этого неправильно распределяется нагрузка по позвоночнику. Вверху мягкая и чистая структура, а внутри как раз вот жесткий пружинный блок, который как раз и держит весь позвоночник. Вот поспя на нем несколько дней, я поняла, что, боже мой, как я спала раньше на всех этих дурацких матрасах. Разница определенная есть. Я читала кучу отзывов, долго выбирала между матрасами, какой именно нужен мне мягкий, твердый. Быть не этот вам подойдет, но какой-то другой матрас, который именно подойдет вам. Перейти в магазин Ascon, полежать на всех экземплярах и понять, о чем я говорю. Ну и еще палеты тут сыграли хорошую роль, потому что матрас достаточно тяжелый, и положить его на рейки кроватные было бы просто глупой затеей. Они бы продавились и сломались, потому что он очень тяжелый. Поэтому он такой классный, потому что там много слоев, и он односторонний. Его совершенно не надо переворачивать. То есть как вот положил, и он восстанавливается, потому что это латексный материал. Внизу у меня получился такой предбанник, на котором я положила беспроводную зарядку. Для телефона на самом деле бесполезная вещь, только если вы на ночь кладете телефон. То есть он заряжает крайне медленно. Я не знаю, какая должна быть там мощность, чтобы зарядка заряжалась так же, как от провода. Зарядка для Apple Watch. Также вы, наверное, заметили у меня многочисленное количество зелени. У меня даже около кровати стоит фикус, он мне напоминает бонсай. Я очень люблю зелень, но если у меня будет ее слишком много, я просто не буду успевать за ней ухаживать. Поэтому я купила такие растения, которые я знаю, когда и как поливать. Остальное меня, в принципе, не волнует. Мне нравится, как они смотрятся мне, и я знаю, когда их поливать, и все. В вазах у меня стоит эвкалипт и гвоздики. Гвоздики это дешево и красиво. Сейчас идут розовые, голубые, красивейшие просто гвоздики, которые классно смотрятся с кустом эвкалипта. Эвкалипт прекрасно пахнет, также ароматизирует комнату. Такая вот ветка стоит 250 рублей, то есть вообще. Слева от меня находится Альберта. Моя Альберта, ее я тоже делала своими руками, собирала. Всякая фигня, которую я чаще всего пользуюсь. А точнее, это головные уборы, как обычно. Хэллоуин прошел, я так и не сделала видео, отлично. Жидкости для снятия лака, дневные крема. И палочки ватные, ватные диски. Привлесь, привлесь! Это я делала своими руками. Мне папа предложил такую идею, у меня была собака, и это коробка. Я просто приклеила и покрасила сверху белым цветом. Спонжики, ватные диски, масло для тела. Кстати, классное масло от Batavicus. Это расслабляющее с розой, но оно как бы успокаивает к вечеру. Но больше я люблю то, которое я использую с утра, после душа. Это... А, оно у меня в ванной. Тут восстановление еще. Оно цитрусовое, с гриффрутом. Палочки одноразовые. Палетки, которыми я чаще всего пользуюсь, а те, которыми меньше всего пользуюсь, они у меня в комоде. Засушенные уже почти гербарии. Это растение, которое воткнуто во флористическую губку, оно уже засохло, и растение засохло. Засохли. Там были раньше вставлены хризантемы, которые я уже выбросила, и у меня просто осталась такая коробка. Надо просто поменять и намочить эту губку снова, либо сделать заново. В общем, все. Тут маркеры, и это, кстати, единственная моя канцелярия. Канцелярию нужно докупать, потому что я все выбросила, потому что она была в ужасном состоянии. Обожаю мои мной салфетки от Миши Ведяева. Использую вот эти спиртовые почти для всего. И также косметика стоит на полочках. Эта полка отдельно, она приклеена и не снимается, что очень печально. Тут всякая техника, а сверху косметика, которой я чаще всего пользуюсь. Духи, бижутерия, эвкалипт. Надо его потрясти, чтобы он пах сильнее. Кнопочка моя дорогая на 100 тысяч подписчиков. Букет, точнее остатки от всех больших букетов. Свечка, сразу же тут зажигалка. Вот. Кисточки для глаз, кисточки для лица. Косметика, которой чаще всего пользуюсь. А я о ней рассказывала в фаворитах. Face and Body разных оттенков. Ночной крем и бьюти-блендер. Наушники, естественно. С собачкой, чтобы не перепутать. Огромный комод с косметикой, которая мне пока что не нужна. Или я использую ее только для видео. Передвигаемся чуть ниже. И это полноценный комод. В нем находится косметика в первом ящике. Якобы разложенная по секциям, вот в таких коробочках. Вот тут как бы карандаши. Но на самом деле и гель для бровей, и тушь, и все такое. Тут, если честно, разбросанная по секциям косметика. Тут нужно убраться. Во втором ящике мои парички и все, что нужно для волос. Точнее, заколки. Это выбросить надо. И в последнем нижнем ящике у меня лежат спонжики. Одноразовые кремовые текстуры. Расчески. И даже вещи для обзора. Не знаю, делать обзор на соду кому-то она еще интересна или нет. Также косметика из Ашана. Это все, что я планировала сделать еще месяц назад, но что-то пошло не так. Зеркало огромное во весь рост. Я его обожаю. Танцую в него, как обычно. Коричневый стул одна штука. Маленький белый стул одна штука. Золотой поднос армянский одна штука. На полу у меня кусок ткани. Это искусственный мех. Это остаток от шуб, который шила моя подруга Ксюша. Также она делала вот этот платок, который сейчас на мне. У меня есть пару книг, которые я сейчас начала читать. Это книга по НЛП и книга «Сила подсознания». Мне просто их посоветовали. Ну, одну из них «Сила подсознания». Мусорка. Огромное зеленое растение. Я не помню, как он называется. В общем, что-то из рода папоротниковых. Ну, главное, знаю, как поливать, да? Таким основным местом является эта кровать. Вообще у меня пустовато. С одной стороны, мне очень нравятся эти белые стены, но с другой стороны, я все-таки хочу что-то добавить своего. Плакаты приклеивать на стену нет. Думала внутри одной из арок написать текст русской, либо какой-то песни, квин, поэмская рапсодия. Ну, что-нибудь, какую-нибудь выбрать песню, либо стихотворение, написать переведенный уже на русский язык. Вот. И повесить зеркало. Но не знаю, будет ли это подходить под мой интерьер. Также у меня есть один гвоздь, чтобы подвесить картину. Если вы думаете, что у меня мятые шторы, то да, это так. Я их никак не могу отпарить. Отпаривателя у меня нет. Утюг вертикально не работает. А я их уже несколько раз стирала и мокрыми вывешивала. Не получается. Я не знаю, как это делать. Что делать? Шторы из икеи, вы меня вообще убьете. Тут, блин, даже штор не было. Короче, как-то так. Я собой, если честно, горжусь. Не совсем, конечно, результат того, чего я хочу. Мне тут удобно, комфортно, и это меня квартира и комната вдохновляет. Забыла рассказать про коврик для йоги. Да, я его иногда расстилаю. Кстати, начала сейчас ходить на йогу. Блин, ребята, это просто невероятно. Заряд энергии. И именно... Не судите о йоге, если вы попали к плохому мастеру. Первый раз, когда я была на йоге, я попала к мастеру, который, ну, блин, не так вдохновляюще, не так классно провела йогу. И после этого я такая, о, нет, это точно не для меня. Тут я решила сходить, потому что она находится недалеко от дома. Я пришла, такая, думаю, ну, ладно, буду непредвзято. Все, начнем. Я так офигела, когда я расслабилась, просто отдалась, так скажем, тренеру, йогисту, йогисту, с распростертыми объятиями. В итоге я дико расслабилась, у меня растянулись мышцы, связки, наверное, даже, суставы. Мы поработали над статикой, помедитировали, все поделали. Это было не индивидуально, то есть в группе. Я вообще почти не заметила группу, хотя она была достаточно большая. В общем, должен быть хороший мастер по йоге, и тогда она вам понравится. И когда я начала систематически ходить, стала постоянная энергия и желание что-то делать. И физически, и не просто валяться на кровати, просто, главное, систематикой выбрать то, что вам нравится. Допустим, мне нравятся танцы, я бы записалась, может быть, еще на танцы, и мне нравится йога теперь. Я даже не ожидала от себя. Ну, это больше, знаете, как даже такая растяжка. Но растяжка не просто для, чтобы на шпагат съесть, а растяжка для шеи. Еще бы на массаж похонять. Вот такой вот был тур по моей комнате. Надеюсь, вам понравилось. Кидайте свои идеи, как можно еще модернизировать мою комнату и больше ее, как бы, индивидуализировать. Буду рада вашим комментариям. Если есть какие-то идеи, это вот мой вариант на данный момент. С нуля комната, взведенная, так скажем. В идеале я бы, конечно, хотела делать все своими руками. Я бы записалась еще на курсы гончарного мастерства. Мне очень нравится керамика, блин. Это меня как-то расслабляет. Такой вот у меня получился тур по моей комнате. И увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.